Эти сына прооперировали и были не... А он не из варёв? Да. С подъезда подвала вышел. Что лет в доме? Восемь лет? 38. 38 лет? Ну, он обычный не гражданский, он не военный? Обычный гражданский. Мы в этом подвале с начала войны живём. А что рядом с СМС-ки стояли? Ну, украинские стояли. В этом взгону? Сегодня они, допустим, вот сегодня они приходили, нас выгоняли. Откуда? С подвалом? Да, из подвалов и с квартирами. Сказали, будете зачистка. Вот. Открыли в первом этаже. Кто был, ключи дали, открыли. Где не давали, так взломали, посмотрели, весь дом. В смысле, они защищали дом? Ну, получается, от нас. От вас? Они же вас защищали, кричали. Ну, я же вам говорю, как было. Вот они прошлись по дому. Нас, это, как говорится, это самое. А потом смотрим сверху и начинает дождом гореть. И всё. Мы горели, мы тушили землёй, как могли. Скажите, а как сын? Живот. Ну, он вышел из подвала? Он вышел из подвала. И Сулька вышел из подвала. Мы его вывезли, ну, ДНР. Мы хотели к ним. Ну, кто ближе, же они ближе. А они стреляли нам по ногам, не давали подвесить. Ну, с синей полоской, на каске, значит. Нет, на каске, лейкопластырем. Такой синей. То есть они не давали подвесить? Нет, они стреляли по ногам нам. Они не давали подвесить. Тогда мы на одеяло и понесли его мимо стоматологии, потому что там не пройти. Потом нашли тачку, на тачку. Они нас все равно обстреляли. По ногам стреляли нам. Мы несем, а нам стреляют по ногам. Ну, а вы его вытащили? Мы его вынесли через дорогу. Там, куда дальше, в садике. Они на скорую, это нас привезли сюда. Народские солдаты, что ли? То есть они помогли? Да, они нам привезли сюда. И вот это в Донецк. И мы вывезли вчера в Донецк, да? Как бы по опыту всяких воин, если не умер в первые два часа, которые не выживают. Особенно, если пусты достраиваются. Вы знаете, что Донецк и Донецк имеют? У них такой опыт сейчас. Особенно с Донецк и Донецк.